так всем привет сегодня у нас 17 июля и я наконец-таки решилась записать небольшое такое видео коротенькое долгое время не могла прийти в себя и уговорить себя что-то заснять работы много да помимо работы многие уже в курсе у нас случилась беда но не у моей семье а вообще в городе да не буду рассказывать какая или именно но дело в том что до сих пор еще отхожу от этого новости я реву даже на работе ладно все не буду об этом говорить а то сейчас опять начну плакать вот в общем наконец-таки я решила записать видео сейчас мы идем другой тропиночкой не так как обычно ходим на море с сыном с мужем вот такой тут у нас чудесный вид эти сосны какие очень свежий очень хороший воздух птички поют вообще лепота все отлично так что идем сейчас на море покажем вам как погода говорят что вода очень холодная в общем такое очень информативное видео как всегда последнее время да если кому интересно что интервального голодания могу рассказать чуть позже когда мы остановимся на следующей остановочке вот так что такие дела все пойдемте дальше такая тут поляночка и он оттуда мы идем длинная длинная тропинка такая красота тут хоть не так жарко очень интересное дерево корни смотрите как ну-ка сосна в общем сегодня у нас такая прогулка по лесу да кстати я немножко охрипла немножко совсем простудилась но ничего страшно это временно так немножко ускоряемся а то я сейчас потеряюсь тут тут у нас очень много черники которые уже пособирали и 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 не очень интересны вот такие прогулочки но я все равно бьюсь до последнего чтобы он все-таки принимал участие в таких наших семейных мероприятиях вот, ну сегодня не получилось но ничего, я его вытащу все равно все-таки уже 15-й год а вот, кстати, вот она черничка осталась такая мелкая тут, видимо, приходили с машинками такими специальными работали собирали так, я смотрю, опять видео потряхивает хочется поделиться с вами такой красотой жалко, что воздух не передать морской этот лесной хвойный такой классный, как раз то, что надо в такую жару цветочки ну вот уже чувствуется такой немножечко слегка ветерочек такой прохладненький но это так классно так освежает сейчас я пойду в горочку так, тут по дороге корней куча поэтому надо смотреть в оба иначе упасть очень просто видите, какие корни тюрьмы бом overview мотор покоста лис пелес все в в в в деле где И вон уже виднеется море. Продолжение следует. 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 кушает. Вот она вечером покушает и потом опять следующим вечером. Иногда бывает, конечно, кофеёк. Плюс ещё у неё есть вредная привычка. Она курит там, да, немножечко. Вот. Но дело в том, что вот, когда какое-то увлечение или какое-то супер занятие, я не знаю, ну что-то, куда вам всю свою энергию, все свои... Все мысли только об этом. Вообще не ты еды. Так что советую всем. Займитесь чем-то очень интересным. Вот. Так что, как важно, когда у человека любимая работа, да? Всё. Всем пока. Поделилась немножечко. Если кому интересно, буду очень рада. И, кстати, ещё она рассказала то, что вечером, да, она не готовит специально для себя никаких особо блюд, да, или что-нибудь такое. Она вообще открывает холодильник. Что там есть, то и есть. Вообще без заморочки. Единственное у неё правило, это два раза в неделю отваривать себе специально там брокколи, да, и ещё она обожает эту брюссельскую капусту. Я бы не сказала, что у неё прям правильное питание. То, что кушает она всё, что захочет. Она может на работе ближе к концу рабочего дня какую-то чипсы перехватить у нас там, отобрать, или ещё что-нибудь такое, да? Но при этом она просто замечательно выглядит, просто красотка. Вот. Вот её бы историю кому-нибудь ещё поделиться бы, да? Как важно всё-таки заниматься любимым делом. Или вообще чем-то новым, да? Вот, например, когда у меня начинались водительские права, у меня тоже как-то не было желания, да? Мне только хотелось поскорее всё это дело, ну, поскорее сесть за руль и всё это. Я просто желаю этим, как было всё интересно. Вот. Когда какое-то новое хобби, когда я только-только начала YouTube, тоже аппетита не было, хотелось записывать, записывать, что-то такое, да? Вот. Так что обязательно, если меня слушают те, кто худеет, обязательно найдите себе ещё какое-нибудь увлечение. Вот. И это обязательно вам поможет. Так вот, у меня сейчас примерно такая же ситуация. Я тоже кушаю вот эту неделю абсолютно то, что захочу. Вот я открыла холодильник, и то, что мне захотелось, то я и ем. Вот. Так что то, что вот мне захотелось, то я и ем. Не готовлю себе специальных никаких блюд особенных, да? Кушаю ровно то же самое, что и мои дома. Никакого суперпитания пока что не придерживаюсь, дальше посмотрим. но полезные всё-таки полезные продукты стараюсь себе как можно больше добавлять. То есть, я бы тоже сейчас не отказалась от брокколи, да? Вот. Так что потихонечку буду добавлять себе. Посмотрим, что получится. Так что первая неделя позади. Двигаемся, я считаю, что в правильном направлении. Посмотрим. Ещё через недельку расскажу, как у меня прошла вторая неделя и есть ли результат. Если кому интересно, давайте подписывайтесь. Я всё всех кому-то призываю, всех призываю, подписывайтесь, подписывайтесь. Если есть желание, то подписывайтесь, если вас заинтересовало. вот. Так что всё, сейчас магазин домой и на этом наша прогулочка закончилась. Что-то снимаю какие-то кусцы. Ну, как получается, извините.